Всем привет! Меня зовут Ангелина Тимии. Как вы можете увидеть, а можете и не увидеть, я почти что всегда наращиваю ресницы уже очень много-много лет. Я обожаю эту процедуру. Чаще всего я наращиваю 3D. Это какая-нибудь лисичка, белочка. Все потому, что у меня новейшая века. И такие, ну, немножко круглые глаза, можно уже заметить, да. И мне, конечно, хочется их вытянуть и быть максимально лисичкой. Ну, получается это или нет, это уже другой вопрос. Мастером я довольна. Мне нравится девушка, у которой я это делаю. Но, как и всегда, есть какие-то такие моментики, нюансики, да, про то, что сегодня я попытаюсь вам рассказать и показать. Я, как всегда, без макияжа, кроме губ своих, да. Можно понять, что с ресницами что-то не то, тем более глаз, он вообще-таки прекрасен. Ну, значит, тема такая. Все, кто наращивает ресницы или собирает это делать, прекрасно знают, что перед процедурой наращивания ресниц, да, нужно снять старые реснички. Реснички, которые отросли. И уже после этого, да, нарастить новые. Как вообще я пришла к этой процедуре, о которой я сегодня буду рассказывать? Я, знаете, ну, так как я долго наращивала, 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 меняла мастеров в зависимости от города своего проживания. И в один момент я попала к мастеру, и мне совершенно не понравилось, как девушка мне снимала ресницы. То есть мне нравилась стоимость, носка, да, визуал, все мне нравилось, когда реснички были уже на мне. Но вот носка мне не нравилась. Кто не знает, как снимают ресницы. На БУ старые ресницы наносят ремовер. Обычно оставляют там пару минуточку, что-нибудь еще. И пинцетиком начинают, как бы, их, да, вот так вот потихонечку выдирать. И ремовер, он разрушает клей, да, и, короче, реснички снимаются, как бы, по идее, аккуратно, нормально. Но, мне кажется, лично для меня, порой это не самая вау-кьют-земи процедура. И в один момент, короче, я поняла, что, ну, как бы, мне нравится, да, но вот само снятие, в принципе, не очень. Что делать? Я смотрела, возможно, вы знаете такую тему, что я вам не советую повторять. Это снимать ресницы маслом, да, маслами, там, миндальное или еще что-то, кастровое, неважно. Это трэш. Это, конечно, знаете, настолько вот последнее, что вы должны сделать, но это прям, ну, вообще никак. Во-первых, масло, оно не, ну, нет такого, что вы нанесли масло, вы дождали 2 минуты, и у вас этот клей с ресниц такой, да, конечно, уходим. Нет, такого, конечно же, нет. Как бы можно, но это то же самое, выдирать ресницы, просто это с маслом. Я, как бы, такое делала, поняла, что это все очень плохо, и начала задумываться о том, чтобы самой приобрести ремовер и снимать, да. Это, конечно, неудобно. Конечно, мастера по наращиванию ресниц это не будут вам советовать, потому что вы по-любому будете делать это не до конца правильно. Но если приобрести ремовер, посмотреть, да, 1-2 видео, прочитать инструкцию, то это будет, ну, не настолько критично, да, насколько все могло бы быть, если вы выдираете вот так, как любят обычно девочки, у которых ресницы под конец, да, и я тоже так люблю, или масло. Поэтому, да, я начала читать, смотреть, какие что-то, как бы, можно купить. Ремовер называется, да, ремовер для снятия ресниц. Никакую определенную фирму я не искала, просто я поняла, что я хочу это приобрести и попробовать, да, да, нет, нет. Ремовер, сразу говорю, стоит недорого. Поверьте, я купила всего лишь один раз ремовер, вот такую малюсенькую баночку, которую я вам покажу. Она у меня, я уже не знаю сколько. Конечно, мы снимаем там нечасто, иногда все-таки я снимаю это у девушки, которые наращивают, да, но все же бывает, когда я снимаю это сама, и, в принципе, там надо совсем чуть-чуть, и как бы, окей. Ну, так вот, и я приобрела ремовер, попробовала сама себе снять. Конечно, если вам кто-то их снимет, да, даже неопытно, это будет намного легче. Самое опасное это, а, выбрать тот продукт, от которого у вас нет аллергии, ну, как и всегда, да, как и с любым продуктом, мы знаем. Два, это не попасть в глаз. Ну, это уже, конечно, нужно постараться, потому что, ну, вы понимаете, да, покраснения, слезы, не надо. Но, в принципе, в принципе, с каждым разом рука набивается, вы примерно понимаете, сколько нужно наносить, как, что делать и так далее. Ну, хотя иногда, конечно, бывает все. Значит, вот, я купила себе ремовер, начала пробовать, мне все понравилось. Потом еще, знаете, такой момент другой, тоже немаловажный, который я бы вам советовала. Ну, короче, слушайте, вы наращиваете ресницы, если вы это делаете всегда, да, то есть нарастили, пришли, вам их там сняли, вы заново наращиваете, наращиваете, наращиваете. Как всегда, генетика с нами в студии, если у вас офигенно хорошие ресницы, если у вас хороший мастер, и все просто, у вас нет аллергии, то, в принципе, как бы можно не париться. Но, вот у меня хороший мастер, свои реснички у меня по генам, конечно, как, да, на голове что-то нужно делать, придумать. Я их часто, мы же, маслами, какими-то сыворотками, да, до нанесения туши и так далее, ну, короче, своим. И если я, а я пробовала, буду наращивать вот так вот просто каждый месяц, сняла, нарастила, сняла, нарастила, сняла, нарастила, да, не делая какие-то паузы, хотя не все с ними согласны, то, конечно, потом, знаете, я наращиваю 3D, а когда ты наращиваешь 3D, потом смотришь на мои ресницы, думаешь, простите, это 3D или это классика, да. Поэтому тут тоже такой моментик. И я решила, что первый пункт, почему я купила ремовер, это то, что мне не понравилось, как снимают. Второй пункт тот, что я хотела делать перерыв между наращиванием, да, и во благо своих ресниц, и во благо того, чтобы немножечко отдохнуть, поспать лицом в подушку, да, делать, может, какие-то стрелки, ну, немножко отойти, да, там, это вот все. Второй пункт, какой еще момент, да, больше никаких, это два таких основных, ну, благодаря которым я решила, что мне нужно купить ремовер. Я могу вам его посоветовать, конечно же, если вы, да, попробовали на реакцию и так далее. В принципе, в принципе, сколько я понимаю, все ремоверы плюс-минус хороши, если у вас на них нет аллергии. Кстати, еще один дополнительный момент, почему я купила ремовер с тебе домой, это то, что мы и так лежим очень много времени на ресницах. Ну, представьте себе, последние 30 минут, они всегда самые-самые тяжелые, ты уже не понимаешь вообще, что ты хочешь, а что ты не хочешь, да. И когда ты приходишь, например, на ресницы и добавляется к этому времени, например, 2-2,5 часа, еще минут так 20, да, пока нанесли, пока то, пока вы ждали, пока начали их выдирать. Но, как бы, иногда каждая минутка она дорога, поэтому, поэтому я купила. И сегодня, конечно же, я бы хотела вам показать, как делаю это я. Как всегда, это все максимально по-домашнему и не проф, но вдруг вам надо, вдруг вы часто прибегаете к тому, что вам нужно снять ресницы по различным причинам. Ехал мастер, вам не понравилось, хотите отдохнуть или там еще что-то, да, у вас там какие-то беременности, неважно что. Лучше иметь ремовер, да, который вам прослужит долго, он действительно стоит мало, ну, 4 доллара, 5, 7, 6, ну, настояли вообще-то можно найти, короче, супер. И он у вас дома, вам, например, нужно снять ресницы, вы сняли, все. Я бы вам еще только моментик не советовала снимать, когда у вас слишком много ресниц, да, ну, так твилетко кто делает, но все же есть, да. Вот можно понять, посмотрите на мои глаза, вот тут вообще, я не знаю, сколько ресниц осталось, тут много. И сразу же вопрос, на какой стороне своего тела габаритного я сплю. Ну, понятно, что на правой, да, потому что ты дышь, ты дышь, ты дышь, все, поэтому уже так ходить, это вообще не имеет смысла, даже если тушу все как-то подровняете стрелками, это уже ноу-ноу-ноу. Поэтому перейдем к практике. Покажу вам свой ремувер, да, он мне называется, он Майами. Майами ремувер с травли, она была на ягодах. Вот так он выглядит, как всегда, блогер лучший, который понимает, как это вообще показывать. Ну, вы можете понять, да, вот такой он розовенький, венки. Гелевый, гелевый ремувер, 10 грамм. Во-первых, аромат, у него реально приятный аромат, что немаловажно, да, нет такого эгей, непонятно. Но, кстати, я еще знаю, отойду от темы, как всегда я это люблю делать. Очень многие мастера по наращиванию, иногда даже в хороших салонах, по хорошей стоимости, они, знаете, снимают ресницы, конечно, кто, как, вообще там я смотрю, гораздо. Потому что я пару раз снимала, ну, меня снимали, то есть мне нанесли состав, я была в салоне, как бы все ок, мне нанесли состав, да, я закрытыми глазами, там раздумываюсь, я вот это вот лежу, мне говорят, давайте встанем, подойдем к раковине и смоем. И вот это вот, знаете, когда ты не одна в салоне, ты, ну, понятное дело, не можешь открыть глаза, тебе нужно как-то там, там, обуться, дойти до этого, ты начинаешь это мыть, это все течет по себе, господи помилю, ну, конечно, это вообще нет, мало кто так делает, но, поверьте, делают. Поэтому, вообще, если вы поняли, что по каким-то причинам вам не хочется снимать ресницы у мастера, вы, в принципе, можете делать это дома. Да, это непрофессионально, к этому нужно подойти с осторожностью, но можно сделать. Все, приходим к практике. Значит, мой ремоувер. Я беру либо ватную палочку, либо, как всегда, щеточку, да, по каким я это делаю критериям, просто как оно будет. Сегодня я взяла щеточку, то есть вот все, что нам нужно. Все, мы взяли нашу щеточку. Я беру, как я вам уже сказала, максимально все не очень правильно. Ага, понятно. Ну, конечно, на майку. Наношу на тоненьким слоем, поверьте, вот тут как нигде лучше не до, чем перья. Потому что, если вы делаете что-то не так, то, понятно. Все, берем наш глазик. Тут вообще показывать вам близко или не пугать вас? Так уж и быть, я без макияжа все-таки подойду к вам. Смотрите. Да, ну как, тут уже все конечное и самое. Ну, trash. It's so trash. Все, я нанесла тонким слоем на кисточку и прохожусь. Вы должны понять, что вы должны нанести не слишком, знаете, к корню близко, но и как бы, чтобы это было не наверху реснички, да, потому что зачем нам, а там, где происходит именно сцепление, где искусственная ресничка клеится с вашей ресничкой. Но лучше немножечко все равно подальше от, так скажем, корней, да, от начала, потому что, не дай бог, что, спасибо, оно зайдет как бы, ну, в глазик и будет трэш, 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 трэш. Так, и я тихонечко, вот так вот, не торопясь, да, включая себе там, ютуб или что еще, начинаю проводить. Вот, 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 вот. Обычно после того, как я снимаю ресницы, я умываюсь, после того, как я умываюсь, я наношу какую-то сыворотку или масло, то есть я начинаю, пытаюсь восстановить свои ресницы, да, как могу. Поэтому, если я буду еще наращивать, например, через неделю, две, да, ну, как бы, и так, в принципе, норм. Тем более сейчас на дворе лето, можно в очках, в кепках. Я нанесла на один глазик, да, оставляю. Самое главное, поверьте, оставьте мне, чтобы оно все, да, как бы размокло, и начинайте со вторым делать аккуратно, не доходя до начала сильно, потихонечку. Если у вас на баночке написано, сколько минут нужно держать, тогда держите по инструкции. Если нет, я советую минут так 8 подержать. Вот уже, ну, первая ресничка пошла, вторая, сами по себе тихонечко начинают сползать. Ну что, я все максимально не люблю от состояния, после ресниц снимайте в виде тебя вот такой, с проплешными, но как есть. Все, я наношу маслице или сыворотку, привыкаю к себе такой, да, достаю с косметички свою тушь. Кстати, еще такой лайфхак, тем более для девочек, которые делают прерывы или, например, сняли реснички у вас, да, их очень мало. Не буду говорить фирму, просто я уверена, что есть уйма таких штучек. Такая белая тушь, как бы, как вам сказать, основа, база по тушь, основа по тушь, как хотите. То есть вы берете ее, прокрашиваете ваши реснички, она такая белая, ждете буквально минутку и далее начинаете своей тушью прокрашивать ресницы. А это удлиняет, да, делает, ну, более такой пышный эффект максимально. Даже если у вас плохая тушь, это все равно будет лучше, чем без нее. Плюс это еще какая-никакая экономия. Да, я прям прокрашиваю, да, снизу, потом сверху. Все, жду минутку и начинаю прокрашивать тушу. И все немного лучше, не вау, но все же. Все. Вот я вам показала, как я снимаю свои ресницы ремовером, да. Соглашусь, что не очень профессионально, но как бы как есть. Все. Всех люблю, всех целую. Ангелина, лысые реснички. Пока. Пока. Пока.